Добрый день, Игорь. Добрый день. А вас компания «Газпром» со Львова беспокоит? Как ваши дела? Откуда? Со Львова. Во Львове? Компания «Газпром» есть? Да. Так, а вы не знали? Да нет, не знал. Конечно, строим новый проект «Северный поток-3». Слышали? Нет, я «Северный поток-4» слышал. «Северный поток-3» еще не слышал. Что-то такого нет еще у нас. «Северный поток-3». Это вам из Африки газ тянут, что ли? Нет, почему? Напрямую с Москвы во Львов. А, в Москве качают газ, да? Да, да, да. А, понятно. Убивляйте. Видите ли, новый завод строится. Со спального района вам весь газ поступает во Львов, да? Схимок. Схимок там. Новое месторождение нашли. Да не, не, там, наверное, прям из канализационных труб, наверное, газ туда идет вам. Я не знаю, я там не строю его. Угу. Ну, хорошо, поздравляю вас. Вот, у вас есть возможность просто проинвестировать на данный проект на раннем этапе и, соответственно, на этом заработать. А у вас что, там денег не хватает, да, проинвестировать? Ну, компания Викстон, компания крупная. Вот, денег всегда не хватает, нужно же привиденды выплачивать, нормально сотрудникам выплачивать. Угу. Угу. Поэтому всегда привлекаем дополнительные инвестиции. Угу. Ну, и чем меня заинтересовать хотите? Ну, вариантом проинвестировать в проект на раннем этапе с возможностью получить очень хороший доход в день этого года. Денег дать, да? Ну, если вы заинтересованы в том, чтобы заработать, конечно. Ну, и что надо делать? Что-что? Что надо делать-то? Ну, давайте определимся суммой, какую вы планируете продвестировать. Угу. А какую надо? Ну, от миллиона рублей. От миллиона? Да. Ага. Отлично. Для вас, как для раннего инвестора, 15% каждый месяц вы будете. зарабатывать. Срок окупаемости у нас получается. Для меня, как для какого инвестора? Для раннего. Для раннего инвестора. Это как? Ну, то есть, так как проект новый. Вот. Соответственно, у вас есть люди, которые инвестируют на раннем этапе и все остальные. Вот для вас, как для раннего инвестора, чтобы вы смогли получить максимальную процентную ставку и 15% лишь в месячную. Ну, вообще, круто. То есть, миллион надо вам, да? Ну, да. И 15% каждый месяц я буду получать. Да. Ну, неплохо, неплохо. Ну, вот, миллион. Каждый месяц 150 тысяч. Можете проинвестировать и больше? Да. Ага. А что, это самое, что, на маршрутку денег не хватает, да? На какую маршрутку? Ну, сейчас ты посидишь, гарнитуру снимешь, домой поедешь. Только рабочий день начался. Ну, он же когда-то закончится. Ну, правильно. Ну, а на маршрутку деньги нужны будут, да? Почему на маршрутку? У меня авто есть. Ну, потому что ты мне сейчас впариваешь что-то непонятное. Как это непонятно? Ну, не знаю. Мы у нас самостоятельно ранее оставляли заявку. А какое у тебя авто? Мы принесли в нашу компанию. Туарек. Туарек? Хонда Туарек? Почему Хонда? Ну, не знаю. Я в машинах не понимаю. Знаете? Знаете? Ну, так что? Ну, так что? Вам это было бы интересно, как вновить их? Ну, что, Туарек? Нет. Получайте, что месячный 15%. От чего? Ну, хотя бы от миллиона. А чей миллион будет? Что-что? Чей миллион будет? Чей миллион будет? Да. Ну, как ваш. А, короче, это, раньше... Вы сейчас откуда? Из-за Львова звоните, да? Нет, с Москвой. С Москвы? Да. А где вы там находитесь? Ну, на Пяткино. А при чем здесь Львов? Ну, я же говорю, проект Львовый будет строить. Северный поток-3, да? Да. Да не, Украина, она не хочет газ российский. Ну, это вы так думаете. Вы же всех тонкостей не знаете, правильно? Она хочет, она хочет его бесплатно получить. А, бесплатно никто не хочет отдавать. Бесплатно, срока сермашлавки. Ну, да. А вы, это, самое, что, инвестируете тоже, да? Ну, зарплаты откладываю, конечно. Зарплаты откладываете? Да. Вы в этой компании работаете, в Газпроме, да? Дерно. Давно же в Москве-то живете? Да. Ну, как, чтобы я проинвестировал, я же должен знать, с кем я общаюсь. Надо какие-то доверительные отношения. О чем-то поговорить, а потом... Почему вы не доверяете, вас ранее Газпром обманывал, что ли? Да почему? Нет, не обманывал. Ну, вы же мне сейчас звоните с предложением. Миллион. А я даже не знаю, кому я буду этот миллион давать. Ну, как-то вы у нас в Саня, с Саня, с настоятельно заявляете. Да, в официальном сайте. Ну, вот, да. Вы можете не знать, кому. Вы даете, во-первых, вы эти деньги кладете на свой собственный счет. Правильно? То есть, доступ к вашему счету только вы имеете. Никто не может ваши деньги никак забрать за помощью. Ну, так погоди, погоди. Ладно, сейчас до счета мы сейчас дойдем. Где живешь ты в Москве? Это не важно. Почему не важно? Потому. Потому что мы с вами видим речь о инвестициях, а не о мне. Ну, я же должен знать, с кем я общаюсь, кому я буду доверять. Вы всем сотрудникам узнаете такие вопросы? Сотрудникам структуры каких-то, да, вот вам наберут там с банк, вот, например, вы здравствуйте, где вы живете? Ну, нет, правильно. В банке? Ну, в банке, в банке я, по крайней мере, общаюсь с человеком лицом к лицу. Я его вижу. А тут мне кто-то звонит. Почему вы к нам не приедете до сих пор? Уже сколько времени пошло. Вы же сами из Москвы. Вам тут ехать час времени? Откуда мне ехать час времени? Снимок. Час времени куда-то на Наметкино? Да. Ну, может быть, даже и час, может быть, и больше. Снимок потратить немножко больше времени. Вы снова сможете приехать и убедиться. А я буду очень интересно смеяться. Смеяться будешь, да? Буду. Обкуренный, что ли, будешь, поэтому будешь смеяться? Нет. Когда вас вижу, буду очень сильно смеяться. Да? А почему? Да. Ну, потому что, вот полгода назад, что у нас составили, это я бы даже больше все не верить, не верить, не верить, не верить, не верить, не верить, не верить. А тут раз, и окажется, что это правда. Ага. И вы будете смеяться. Я буду сильно смеяться с этого. Так смех без причины, это признак чего? А почему без причины? Я же вам объяснил причину. Человеку довольства. Ну, я бы не стал смеяться, например. Или я тоже должен посмеяться вместе с вами? Я думаю, вы тоже посмеетесь. Ну, я без причины смеюсь. Причина есть. Ну, так ладно, что там это? Что там дальше, на Меткино? Хорошо. Где живешь-то? Это не важно. Ну, почему не важно? Чего ты туда звонишь, если не хочешь на вопросы отвечать? Это корпоративная тайна. Корпоративная тайна? Ты что, там не один живешь? У вас там целый общак какой-то? Нет, причем не знаю. Игорь, вам интересно было бы проинвестировать в компанию «Газпром»? Ну, интересно, конечно. Ну, отлично. У вас деньги есть? Да есть. Немножко. Хорошо. Эта сумма сейчас находится на вашем счету, или вам, возможно, нужно перевести откладные деньги? Может быть, и перевести нужно будет. Сколько времени вам потребуется? Да подожди, а куда я буду переводить-то? Куда это переводить надо? На наметки на 16? Нет. У вас есть... Ну, если у вас есть миллион, скорее всего, у вас есть бизнес. Да, многие наши клиенты, у которых есть бизнес, они в основном перевозят свои деньги с юридического счета на амферический. Занимает данная операция до трех банковских дней, поэтому я же у вас спрашиваю, у вас сейчас находится эта сумма, либо вам нужно ее перевести, потому что, соответственно, у нас данный перевод и активация вашего счета может занять 3 банковских дня, то что сегодня, в понедельник, еще и до вторника. Да, ну ладно, чувак. Это самое, ну, хотя бы не говори, что где живешь в Москве, а долго там уже живешь-то? Это не важно. Почему не важно? Вы сами говорите о инвестициях. Нет, нет. Я сначала должен узнать, с кем я разговариваю, потому что вот этот номер, с которого ты звонишь мне, я что-то на него сейчас попытался с другого номера набрать, а там нет такого номера. Никто, ничего не отвечает. Ну, это же невозможно. Почему? Если бы нет такого номера, то мы бы с вами не общались, просто это IP-телефония, понимаете? А, IP-телефония. Знаете, что такое? Да, знаю. Ну, это, на Меткино, это в каком районе Москвы находится? Вы же знаете. Я-то знаю, а знаешь ли ты? Знаю. Я не буду принципиально отвечать. Ну, тогда я не буду принципиально отвечать. Я не пытаюсь проходить ваши проверки для того, чтобы убедить вас, что я являюсь сотрудником компании «Газпром». Его рассказывают, что дать себе. Это не имеет никакого наше с вами отношения к нашему разговору. Мы с вами говорим о инвестициях. Ну, да, тогда так и говори, что ты в Москве не живешь. Про компанию «Газпром» ты только знаешь понаслышке. Вот. Живешь ты на Украине, во Львове. Сидишь там с гарнитурой на голове, и у тебя не хватает денег на маршрутку. А еще тебе хочется, наверное, пожрать. И ты сейчас думаешь, как бы кого наебать, чтобы сходить покушать и еще домой уехать. Да, вы думаете, я возвратил тринадцатого своего времени на вас абсолютно пустого разговора? А куда деваться? Куда деваться-то? Вас уже все нахуй посылают. Вы, наверное, слишком высокого мнения о себе, Игорь. О себе? Почему высокого мнения? Нет, о себе у вас абсолютно нет. Ну, либо слишком низкого-высокого, ну, вернее, низкого мнения. Ой-ой-ой, что-то тебя понесло никуда. Ты уже путаешься в словах. Да скажи честно. А один раз. Вот скажи честно. И вот, знаешь, знаешь, даже оскорблять уже неохота. Уже нет желания. Жалко вот вас. А вы... Почему? Да, вот в своем лице позорите свою нацию, нормальных украинцев, которые живут честно, работают честно. А вот как бы это... Да, ну, потому что я уверен. Потому что ты сказал, что там, о Львов какой-то, какой-то Северный поток-3. Ну, может быть, ошибаюсь. Но то, что ты не из Москвы, это точно. То, что ты не из Москвы, это точно. Потому что ты не знаешь Москву и не можешь ответить на один вопрос. А я сказал, я принципиально не буду отвечать на его вопросы. Ну, а я принципиально не буду отвечать на ваши вопросы. Что тогда, давайте закроем эту тему и все. Нет. Нет? А что, нет? Вот видишь, я же... Так вы купили акции компании «Газпрома» или нет? Я же даже трубку пока не кидаю, хотя уже мог бы тебя 15 раз нахер послать. Вот. Ну, не делаю этого из каких-то там этических соображений. Так вы купили акции «Газпрома» или нет? Да есть у меня, наверное, акции «Газпрома». Наверное, или есть? Ага. Северный поток 5. Нет, я правостоящий акции. Ну да, вот, наверное. Куда? Я приду до Наметкина, наверное, сегодня. Ты выходи на улицу. Я вот не верю. На улицу выйди. Я тебе, чтобы узнал, ты акции в руках держи. Вот. И я подойду и куплю тебе. Все, я занят. Хорошего дня. Ну, давай. Клади трубку. Субтитры подогнал «Симон»